Борьба с пандемией по всем фронтам. Над созданием вакцины от коронавирусной инфекции непрерывно работают специалисты всего мира. Уже сейчас в России существует официально зарегистрированный препарат «Спутник Ви». Но массовая вакцинация еще впереди. В процессе разработки жизненно необходимого лекарства участвует и Крым. Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского уже не один месяц работают над своей уникальной вакциной. По планам вводить препарат человеку можно будет не только внутримышечно, но и интерназально, то есть путем вдыхания. Создатели уверяют, что для людей именно такой способ имеет многочисленные плюсы. Например, то, что рекомендует Владимир Владимирович и его коллеги о введении интраназальной вакцины, облегчит способы введения, формирования иммунитета у детского населения, которые страшно боятся уколов, инъекций. Возможно, эта вакцина поможет беременным заразившимся, младенцам заразившимся. Мы говорим об отдельных случаях. Создание коллективного иммунитета – вопрос номер один. Спасение отдельного человека – идея любой вакцины. Но на данный момент важнее всего формирование коллективного иммунитета. Без него преодолеть пандемию коронавируса не выйдет. Ранее крымские ученые давали прогнозы на то, что уже к 2021 году в Крыму ежедневно будут регистрировать по две сотни заболевших. Так и случилось. Уже сегодня можно делать новые предположения о том, сколько еще времени пандемия будет оставаться угрозой для всего мира. Сегодня уже нужно думать и надеяться, может быть, где-то на то, что те, кто переболел, действительно в ближайшее время не заболеют повторно. Есть хорошие шансы, что к 2022 году мы наконец-то скинем вот это бремя пандемии с человечества. Да и вакцины, и лекарства уже хорошие появятся. И человек будет, конечно, заболевать. Он этот коронавирус с нами навсегда. Но не каждый год. По словам создателей крымского препарата, на сегодняшний день вакцину можно считать готовой лишь на 20%. Поэтому впереди еще много работы. Стоит отметить, что уже сейчас ее тестируют. Правда, еще не на людях, а на двух подопытных кроликах. Ученые вводят животным препарат дважды в неделю и наблюдают за реакцией. Когда работа над препаратом подойдет к завершению и его можно будет использовать для лечения, первоочередную вакцинацию пройдут люди группы риска и врачи. Есть такое понятие группа риска. Есть возрастные группы риска. Вы видите наши рекомендации, что люди пожилого возраста меньше общались. Дальше у них есть много противопоказаний. Но у нас на первом месте стоят сейчас врачи, медицинский персонал, те, кто обслуживает больных, сотрудники лаборатории. Это профессиональные группы риска, которые могут в первую очередь заразиться, потому что они имеют самый прямой контакт с заболевшими. И их, конечно, будут прививать, как и везде в мире, в России в целом, первыми. Вакцина, над которой усердно работают крымские ученые, очень похожа на ту, которую сейчас разрабатывают в Америке. Зарубежный аналог тоже находится на этапе тестирования и уже показывает высокую эффективность – 95%. Это дает надежду на то, что и отечественный препарат успешно пройдет все этапы разработки и станет еще одним сертифицированным, а главное – действующим лекарством от COVID-19.